Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня, помоляясь, я вам затрону такую тему, как озеленение кладбища. Что, какие растения можно посадить на кладбище? Во-первых, существуют различные подходы и даже существует ландшафтный дизайн, как в целом всей территории кладбища, так и частное понятие озеленения. И могут быть, если уже так вот обобщать, совершенно различные стили. Это может быть как минимализм, когда это просто бетонное надгробие, бетонная или какая-то там металлическая ваза, в которой цветы либо искусственные, либо высеченные – это минимализм. Все очень лаконично. Затем может быть максимализм, когда там всего-всего, и продумано непрерывное цветение с весны до поздней осени. Затем может быть прямо-таки настоящий ландшафтный дизайн, где присутствуют и стриженная изгородь, многолетники, древесные растения. И ландшафтный дизайн продуман так, что места много, и тогда как бы легче осуществлять этот ландшафтный дизайн. В 19-м, в начале 20-го века кладбище представляли собой даже такие места отдыха, где люди отдыхали, прогуливались, назначали встречи, даже пикники были. Ну а затем, конечно, такая традиция ушла, потому что появились парки, и сейчас мы пришли к тому, что на кладбище такое делать не положено тревожить. И снова же в различных государствах, в различных культурах свой подход к этой теме. И есть какие-то локальные, местечковые традиции, когда обусловлено негласно, что можно, что нельзя, что делать, что не делать, что высаживать или не высаживать на месте захоронения. Все это должно осуществляться в рамках нашего здравого смысла, потому что все это должно отражать и выражать чувство покоя и какого-то смирения. К тому же растения, снова же во многих культурах, они обладают определенным символизмом. Что-то выражает печаль, что-то выражает вечную память, что-то длительную жизнь, ну и так далее. Что-то ни в коем случае нельзя высаживать на кладбище. Мы для себя можем определить, что не стоит на кладбище высаживать те растения, которые смотрятся очень вычурно, крупные растения. Ну и снова же в различных государствах государство регламентирует, что нужно, что нельзя, на каком расстоянии, какие растения. Поэтому, прежде чем заниматься каким-то озеленением, то надо поинтересоваться, какие законодательные есть аспекты этого момента. А сами вы что должны учитывать? Вы сами должны учитывать, что высаживая растения, вы не должны нарушать, во-первых, среду, естественную природную среду обитания этих растений и захоронений. Потом растения не должны противоречить эстетике этого места. Ну и соблюдать экологичность, потому что некоторые растения, и есть научные даже статьи о том, что они сорничают, являются инвазивными даже иногда, и перескакивают с одной могилы, с одного места захоронения на другое, разрастаются. Потом, при подходе к озеленению, мы должны понимать, что растения без нашего ухода могут уходить за пределы, даже те, которые рекомендованы для посадки в местах захоронений. И когда мы выбираем ассортимент, то мы должны, конечно, отталкиваться от тех растений, которые приурочены к таким скудным местам произрастания. Можно воспользоваться тем ассортиментом, который я рекомендовала для бедных почв, потому что на кладбище, как правило, почвы бедные, это песок, либо это какие-то глинистые почвы, но скорее песчаные. На старых кладбищах может быть своя история, может быть тесно, могут быть надгробия, в которых ниши какие-то отведены. То есть надо учитывать, что возможен застой воды, и отталкиваться от таких мест. Ну и надо помнить, что все-таки это такие сакральные места, и мы должны учитывать много факторов, кроме потребностей самого растения, много факторов, которые накладывают отпечаток в этих местах будущего их произрастания. Конечно же, это различные очитки. Очитки, седум по-латыни, они неприхотливые, они ведут себя, как уличные суккуленты, накапливают в своих листочках мясистых влагу и хорошо переносят как отсутствие полива, так и скудную почву и жароустойчивую. Это, конечно же, молодила с импервивом, то, что называется еще иногда каменная роза, потому что тоже благодаря мясистым листочкам они устойчивы. Видов очень много, я не буду на них останавливаться. Вот это две позиции очитки и молодила, это всенепременные спутники, особенно в ограниченных пространствах, и они благодаря своим краскам, окраске листвы, они будут способны выживать в таких вот скудных условиях. Конечно же, пригодится здесь чистец византийский. Также растение очень устойчивое, благодаря такому опушению, и его опушенно-сизое листво серое будет уместно сочетаться с цветом камней, надгробий, с дорожками, и вообще очень хорошо лицетворять, вот какое-то вызывать чувство покоя. И берес вечнозеленый, это полукустарничек, невысокого роста, белые окраски цветы, снова если возвращаться к символизму цвета, то белые цветы в некоторых религиях их приносят именно на могилы белого цвета. Хорош тем, что он не вырастает очень высоким и развивается очень медленно, и является вечно зеленым, что тоже очень важно. Гвоздика-травянка образует куртинки, шапочки, подойдут для озеленения кладбищ разнообразные камнеломки, которые также образуют небольшие куртинки, медленно нарастают, и своим видом будут оживлять место захоронения. Если переходить к растениям вечно зеленым, это кустарники скорее, деревья мы рассматривать не можем. Если кому-то позволяет место и дозволено правилами или властями, то можно использовать и древесные карликовые растения, которые не образуют мощную корневую систему, которая не повредит место захоронения и не будет уходить куда-то дальше на соседние участки. Можжевельники. Можжевельники – большая группа растений, большинство из которых приурочено к местам засушливым произрастания и которые неприхотливые, невысокого роста. Есть даже стелящиеся можжевельники, которые высотой 20-30 сантиметров, и они будут замечательно своим вечно зеленым видом заполнять пространство на кладбище. Если кто-то пойдет из них, там какая-то ветка в сторону, то можно их подрезать, потому что они хорошо переносят обрезку. Можно даже некоторые формировать. А если позволяет площадь пространства, то и даже сформировать какую-нибудь, ну, если не изгородь, то полуизгородь. Медленно растущие и в затишных местах хорошо себя чувствующие вечно зеленые – это самшит, который также поддается любой формировке от круга, скорее шара, квадрата, куба, как угодно. Барбарисы – многочисленные низкорослые сорта с различными окрасками. Непестрые – надо использовать бордовая окраска. Сочетание с серым цветом будет очень неуместно для таких мест. Ива плакучая. Ну, вообще считается, что Ива выражает такие скорбь по усопшему. И якобы души усопших, они уходят вот именно в дерево Ива. Хорошо для таких скудных мест подойдут растения, такие как вереск, различные сорта тимьяна. Они образуют подушечки, ароматизируют атмосферу вокруг хорошо. Им будут очень неуместно смотреться. И снова же они, вечно зеленые, не сбрасывают листву. Из многолетников, которые травянистые, то подойдут различные виды и сорта ириса, потому что их уплощенные корневища хорошо переносят засушливые условия. Будут там находиться длительное время. И те даже сорта, которые, сорта ириса бородатого, которые, может быть, где-то высокорослые, то там они будут более компактные в таких условиях и не будут достигать той высоты, которая заявлена. Лилейники, вечные спутники кладбищных земель, потому что растения также образуют утолщенные корневища, которые сохраняют влагу и очень долго растут на одном месте, не надо их пересаживать. Вот используя многолетники, надо обращать внимание на то, чтобы растение длительное время произрастало на одном месте, чтобы не требовалось часто его омолаживать. К таким растениям также относятся хоста. Нарастая, особенно низкорослые сорта, медленно нарастают, невысокого роста нарастают медленно. Но единственное, что либо осенью, либо уже на следующий год придется удалять вот эти вот поникшие, увядшие листья. А в целом растения совершенно неприхотливые и длительное время является декоративным. Продумывая растения, которые мы высаживаем на кладбищах, мы должны понимать, как часто мы можем наведываться, как часто мы можем ухаживать за этими растениями, чтобы все-таки место захоронения выглядело опрятно. Ну и так как вот сейчас весна, то, конечно же, нельзя не упомянуть различные луковичные. Это и мелколуковичные, такие как сциллы, мускари. Ну и много-много видов не будем останавливаться. Все они имеют небольшую листовую массу, являются эфемероидами, то есть отцвели и исчезли. И те остатки, которые остаются после них, то они быстро утилизируются в природе. И, конечно, это гиацинты, тюльпаны, нарциссы, которые совершенно не доставят хлопот о весенний период, когда мы навещаем кладбище-могилки наших родственников, они будут нас ежегодно радовать и каждый год возобновляться. Когда дело касается того, какие цветы приносить на кладбище, то современная тенденция и вообще тенденция разума, она говорит о том, что надо все-таки приносить живые цветы. Ну, если выбирать между тем, такие вот могут быть возможности, что, допустим, какой-нибудь одинокой бабушке слишком затратно купить живой букет и отвезти его на кладбище, и может попасть она туда только раз в год, то, конечно же, оправданно принести букет искусственных цветов. Ну вот, подводя итог, я хочу обратить ваше внимание, что и печальное может быть красивым и вызывать у нас положительные эмоции. И никогда не стоит перебарщивать с цветами, потому что все должно находиться в рамках какого-то разумного. Ну и, конечно, наверное, вы позволите мне такую минутку философии, что все, что происходит, оно все не случайно на земле. Наши встречи не случайны. Наши души когда-то встречались, встречаются наши души сейчас и будут встречаться потом. И если бы меня спросили, верю ли я в загробную жизнь, то я бы сказала, что и верю. Но скорее верю не в то, что там есть рай или ад. Конечно, каждому воздастся по заслугам. Но я верю в то, что представляю себе так, что это следующая очередная дверь, которую мы открываем постоянно в жизни. А это очередная дверь. А то, что за ней мы можем сами себе представить и нарисовать. Ну и вот на этой веселой ноте я хочу сказать, что дарите друг другу цветы при жизни, радуйте друг друга. Всего хорошего. До новых жизнерадостных встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова